Анастасия Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Мы дружим всю жизнь, наша мама была моим классным руководителем. Вот это я, у меня здесь 9. И прошло ровно 60 лет. Но в принципе я пришла вам сказать такую грустную вещь, хотя она не должна восприниматься грустно. Все мы станем старыми, неизвестно когда, если доживем. И как-то надо к этому готовиться. Вот это видео, которое я вам показала. Для вас же, для многих, наверное, совсем это не открытие. Ведь вы же многие видели себя в детстве на видеокадрах. Поднимите руки, кто видел себя в детстве на видеокадрах. Ну да. Вот и чем моложе, тем больше рук, чем старше, тем рук меньше. Потому что, напомню, мне 69 лет. И это снято на 8-миллиметровую кинопленку. На камеру Адмира, которая была одна в Нижнем. Моя мама говорила, мой муж не пьет и не курит, зато тратит деньги на дорогие игрушки. Лучше бы он пил и курил. Камера Адмира стоила безумные деньги. И папа снимал. И он наснимал 800 часов кинопленки. И недавно, года 4 назад, я перевела все это в цифру. Есть только одна контора в Москве, которая 8-миллиметровую пленку переводит в цифру. 800 часов. Я доставила папе безумную радость. И я сама получила безумную радость. Там есть все. Там есть мой муж, с которым мы прошли 50 лет, которым мы там 14-15, потому что он был тоже учеником моей мамы, а потом аспирантом моего отца. О чем я хочу сказать? Вот эта кинопленка, переведенная в цифру, радость для отца и радость для меня. И я думаю, что абсолютно возможно для каждого из вас жить в такой логике, получать радость от своих родителей, совсем даже старых, и при этом получать радость от собственной жизни и от вашей дружбы с ними. Собственно, вот я об этом. Что здесь важно? Ну, старость начинается, согласно сейчас, исследованиям где-то 85. И, к сожалению, к великому 85 лет это уже возраст серьезный, вполне возможна деменция. Я должна сказать очень неприятные слова. Вот мы в этом зале, включая меня, всех помощников, всех участников, каждый третий из нас будет болеть деменцией в возрасте 85 лет. Это означает, что мы можем стать раздражительными, скадридными, противными, совершенно поменять свой характер, доставать всех вокруг. Каждый из нас. Это возможно. Это бывает. Как к этому готовиться? О ком мы думаем, когда думаем о своей старости? Прежде всего, мы думаем о своих детях. Поднимите руки, у кого дети. Ну вот, хорошо бы подумать уже сейчас, захотят ли они заботиться о нас в старости. Знаете, это такая ценная мысль, потому что это очень непросто. Как я выработала свои правила, которые помогают мне, и я хочу поделиться ими с вами. Но сначала я хочу показать вам своих родителей. Совсем недавно. Два года назад я пришла к ним домой с моим айфоном. Я снимала их часто для себя. Задавала вопросы и снимала. Проблема еще в том, что папа плохо слышит. И две с половиной минуты я спросила, что помогает вам жить вместе. Они только что отметили 70 лет вместе. Папа стал членом корреспондентом Академии наук, гениальным физиком. Он есть в Википедии. Мама стала уже профессором педагогики. У нее тысяча учеников. Я спросила, что помогает жить вместе. И это видео за три дня набрало 3, 4, 5, потом 10, сейчас уже 20 миллионов просмотров во всем мире. Там субтитры. Это видео смотрели в Израиле и в Африке, и в Канаде, и в Америке, и во всей Европе. Потому что язык любви, видимо, для всех людей одинаков. А старость, видимо, это важная тема. Посмотрите часть этого ролика. Посмотрите на моих уже старых родителей. Мамочка, а что помогает вам жить вместе? Ты знаешь, Ниночка, ничего не мешает. Пап! Так можно светить? Что? Ой, все кончилось. Все кончилось. У меня эта лампочка-то неисправна. Ну вот, все в порядке. Подождите, поверите глаза, не надо. Все в порядке. Пап! Что помогает жить вместе? Че? Что помогает жить вместе? Мам, скажи ему, что помогает жить вместе? Пусть ответит. Сказать да. Да, спроси. Прямо так, на этот вопрос. Да, да. Не так, как я. Без выкрутас. Да, без выкрутас. А что помогает жить вместе? Я не знаю, что помогает. Ты знаешь, я думаю... Просто ничего не мешает. То же самое сказал. А теперь я скажу то, что вы не знаете и не должны знать. Но к моей теме это имеет прямое отношение. У мамы 80 лет был инсульт, очень тяжелый. Развелась таки деменция. Поразительная деменция, потому что она потеряла оперативную память, но весь ее мозг и мудрость осталась при ней. У папы был инфаркт. И врачи... Меня очень хорошо знают в Нижнем. Я всю жизнь на телевидении. Меня там знают все. Врачи пустили меня фактически в операционную. Я видела голову моего папы, лежащего на... Стали операционным. И ему пытались поставить стенд. И ни один стенд не получалось. Они вышли и сказали, идите, прощайтесь. Я сказала, он очень сильный. Он очень хочет жить. Он очень сильный. Он невероятный. Попробуйте последний шанс. Именно этот последний стенд стоит у нас до сих пор. Ему 97. Именно этот последний стенд. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну а потом еще прошло время. И вода стала поступать в легкие. Это нерешаемая проблема. И я нашла доктора Катю. Молодая девчонка. Ей 30 лет. И она как-то придумала, как это сделать. И вода поступает в легкие. Больницы, уколы, врачи, медсестры. Баму нельзя оставлять одно. Если она выйдет, она потеряется. Если она поставит суп, она о нем забудет. А главное, она все время ищет папу. Она ищет папу, когда его нет. Радуется, когда находит. Ну и как? Сиделок это поколение не приемлет. У нас есть дочь. Вам знакома, наверное, эта фраза? Если у вас есть бабушки, дедушки. Вообще, у вас есть родители или бабушки, дедушки в возрасте 85 плюс? Поднимите руку, пожалуйста. Ну, есть. То есть вы понимаете, что это такое. Хотя разное есть. Разные и старики. Ну, мой папа 97 светлым умеет трезвую память или, наоборот, трезвым умеет светлой память. Примерно одно и то же. Но я помню, как моя мама, которая обожала путешествия, вывозила нас по маршруту Красноярск-остров Диксон. Мне было 10 лет. Моему брату было 12. И там была женщина, научный работник из Москвы. Она была одна. Я была 87. И наш пароход, этот единственный Александр Матросов, вдруг льды, моржи на льдиных. Я это помню. Все прекрасно. Но для этого и нужны путешествия. Мама говорила, путешествия продлевают жизнь. Всегда. И эта женщина вдруг узнала, что нас не повезут в Игорку. В принципе, она исследовала жизнь декабристов, и ей очень надо было в Игорку. Но нам сказали, что нет, мы не сможем добраться до берега. В Игорку она не попадает. Е-87. И весь пароход услышал ее фразу. Ну что, я в последний раз в Игорке, что ли? Таких людей очень много. Моя тетя Зина, московская подруга моей мамы, бездетная, поэтому она всегда была у меня тетя Зина. Она очень многого меня научила. Моя тетя Зина восемь раз подряд последний раз ездила в Париж. Начиная с 85 лет. Есть разное. И все-таки деменции в мире много, ребят. И ее много. И я все это узнала, сколько вы сейчас это увидите. В 50-м году это будет 150 миллионов человек, потому что мы живем все дольше и дольше. 150. Сейчас 52 миллиона человек. Так-то где-то 8 миллионов человек в год прибавляется. Болеют в основном женщины. Две трети женщины. Но женщины живут дольше. Согласно статистике Росстата, наши женщины живут сейчас 78, мужчины 68. Но это статистика Росстата 2019 года. Я думаю, ковид это подправил в плохую сторону, к сожалению. И тем не менее, жизнь идет туда. Мы будем жить гораздо дольше. В России, скажем, еще 100 лет назад средняя продолжительность жизни была менее 40 лет. Конечно, за счет, в основном, младенческой смертности. Это же средняя цифра. То есть были люди, которым 50, 60, но 70 – это была глубочайшая старость. Сейчас все поменялось. И мы должны быть готовы. То есть прежде всего мы должны думать, а как предотвратить деменцию у нас самих и у наших родителей. Вот смотрите. Если женщина родила троих или более детей, риск минус 12% того, что будет деменция. Я родила троих, не знаю об этом, честно. Но это класс. Если вы получаете образование, то риск ранней деменции меньше на 60%. Тут, правда, не указаны университеты. Я думаю, не любое образование. И физическая активность минус 40% хотя бы полчаса в день. Моя мама всех потрясла, но она делала это почти каждый день, когда она попросила на 75 лет купить ей беговую дорожку. Сначала механическую, потом электрическую. Она шла по этой дорожке и читала стихи Пастернака. Очень мощная картинка, я вам скажу. Причем мои одноклассники ничуть не удивились, потому что она нас всех приучила к какому-то настоящему, ко всему настоящему, к культуре настоящей. Но это вот все прибавляет. Что означает замок? Это депрессия и социальное одиночество. Причем и депрессия, и социальное одиночество. Плюс 60%. От чего страдают старики? От недостатка внимания. Если им и так плохо, и с их мозгами плохо, и они одни, то все это только усиливается. Плюс 50% это те, у кого диабет. И плюс 60 сигарет. Я правда не понимаю, как быть с Черчиллем. Но понимаете, даже если вы полностью соблюдаете этот левый столбик, рожаете детей, учитесь в университетах Лиги Плюща, каждый день ходите, как сейчас положено, 10 километров или 10 тысяч шагов, тут уж каждый ставит себе свои рекорды, то все равно ничего не гарантирует. Потому что жизнь идет дальше. И если у вас деменции не будет 85, может быть она накроет вас в 112. Я не знаю. На кого рассчитывают родители? Конечно, на детей. То есть на самом деле родители внутри себя надеются, что дети пожертвуют своей жизнью, и здоровьем, и вот этим всем, и временем, и будут с ними возиться. Вот я всегда была против этого. Я против жертв. Жертвовать можно в шахматах, слоном, чтобы спасти ферзя. А здесь мы теряем и короля, и ферзя, и все. Более того, несчастные дети и не радуют родители. А если вы будете ухаживать за ними, то вы будете, конечно, несчастны. Потому что у вас своя жизнь, и вы должны ее жить. Как же быть? И тут как раз самое время перейти к моим правилам. Правило номер один. Разделение обязанностей. Я все-таки привела сиделок в родительский дом четыре года назад, и я провела с мамой прекрасный диалог. Потому что какие сиделки? У них дома будут жить сиделки. Я сказала, мам, ты готова менять папе памперс? Она сказала, нет. Я сказала, ты готова, чтобы это делала я? Она сказала, нет. Я сказала, какие варианты? Я назвала сиделок медсестрами. Это было очень важно. И они стали дежурить круглосуточно. Врач, медсестры, домашняя еда. Домашнюю еду готовит повар, хороший, домашнюю. Мы ее быстренько приносим, ставим в холодильник, и мы легко маму убедили, что это она приготовила у папе такой вкусный обед. Между прочим, это все работает и так и должно работать, потому что наша задача – радость. Наша задача – доставлять им радость. Очень сложный вопрос разделения обязанностей между детей. И на этом ломаются, на этом столько стресса и столько конфликтов. Кто должен ухаживать за старыми родителями? Я не могу, потому что, и я не могу, потому что, и никто не может. А кто-то должен, самый умный. Просто взять на себя. Но при этом, я думаю, что не надо ссориться навсегда и говорить, ты не ухаживай за родителями, поэтому там еще квартиры всякие начинаются, всякие деньги начинаются. Это ужас. Что? Я бы советовала от каждого из других детей, если они есть, брать то, что они могут. Кто может деньгами – отлично. Кто может прийти постирать белье – отлично. Кто может просто посидеть попить чай – отлично. Но кто-то должен стать менеджером. Кто-то должен стать менеджером и следить. Каждый день я получаю письма от папы. У него это единственная связь с миром – электронная почта. Но сейчас я организовала несколько постов о нем. Его уже знает, я не знаю, весь мир через мой Инстаграм и Ютуб. И он переписывается. У него сейчас друзей по переписке больше ста человек. Он ответит каждому, если вы ему напишите. И это очень держит его в жизни. Это очень важно. Ну, а тогда какая моя обязанность? А вот она дальше – радость. Почему только дети, мне кажется, только близкие люди могут доставить настоящую радость? А потому что настоящая радость – это исполнение мечты, это исполнение желаний. Кто как не мы знаем, какие конфеты любит мама и что хочет папа. Они у меня очень любили праздники. и я устраивала им праздники. Юбилей и не юбилей, просто приход гостей, просто домашние концерты для папы. Он научился играть уже после войны. Он прошел всю войну. Научился играть после войны. В возрасте 27 лет играл одним пальцем. Сейчас играет сложные вещи, и он без музыки жить не может. Радость. Мама очень любила рестораны, она любила наряжаться. Но при этом надо понимать, что они… Вот, понимаете, мы 15 лет ходили в одно и то же кафе. Я знала в этом кафе всех официантов, шеф-поваров, я знала, как там менялось. Потом подружились с хозяйкой, понятно. И при этом самое обидное было для официантов, а для меня нормальное, что папа сюда заказывал одно и то же мясо, а мама один и тот же салат. 15 лет подряд. Когда был праздник, мы то же самое делали, и мужа-официанты, все зная, приносили папе мясо, маме салат, а все остальные там заказывали, что так они устроены. Радость – это еще, конечно, приходы. И это надо сделать традицией. Я всегда приходила раз в неделю или максимум на две недели могла уехать. Это ограничение. Но я знала, почему у меня есть это ограничение. Потому что вот такие моменты, еще раз скажу, это радость не только им, это же радость мне. Ну вот, собственно, мама определила старость очень просто. Она сказала, Ниночка, как-то моя жизнь скукожилась, и мои любимые киты куда-то уплыли. Любимыми ее китами были работа, она закончила работать в университете в 80 лет. Друзья, они все ушли из жизни, и путешествия, которые уже в силу понятных причин невозможны. Работа, друзья, путешествия. Остался один кит – семья. И он оказался самым важным на самом деле. Папа по-прежнему в науке. С ним в этом смысле все в порядке. Его киты остались с ним, кроме, конечно, слабеющего здоровья. Ну и третье. Их, собственно, принимать такими, как есть, это связано и с названием моего выступления на ТЭД. Дело в том, что нас очень многое раздражает, и хочется подправить. Особенно трудно мне было видеть, как стареет мамин мозг. Она повторяет одни и те же истории, она говорит одни и те же слова, все время спрашивает, сколько ей лет. Страшно удивляется, что так много. Через пять минут снова спрашивает и снова удивляется. Почему еще важны были праздники, когда приходили одноклассники мои и не только мои, тысячи там людей, знают ее по всему миру. она оживала и все вспоминала. Учитель всегда учитель остается, видимо. Но не контролировать, не вмешиваться очень трудно. Это оказалось, может быть, самое трудное. Сейчас я вам расскажу историю, которая меня потрясла и которая так, в общем, даже как-то, я думаю, будет полезна вам всем. Реальная история. Женщина, но назовем ее Лена, бизнесмен, умница, ей 50 лет, у нее любимые родители. Поднимите руку, кого по-настоящему любимые родители? Ну, я вот так и думала. Вот на конференции TED приходят люди, у которых было счастливое детство, у которых любимые родители. Вы знаете, что это 50% залога всей нашей дальнейшей счастливой жизни? А мне говорят, мало таких семей, полно таких семей. И меня это очень радует. Ну, так вот, у Елены были любимые родители, она много работала, она приезжала к ним, как положено, вот как я ей советую, по вторникам, и сразу что она делала? Она шла в холодильник, вынимала оттуда все, что в фольге и в пакетиках, ужасное, все это выбрасывала, ставила коробочки из своих любимых ресторанов со всем самым вкусным, стирала белье очень быстро, выбрасывала все, что дырявое, и разбирала шкаф. И в шкафу она все время натыкалась на мамино старое пальто, тяжеленное пальто с каракулем-воротником. И она всегда говорила, мама, оно очень тяжелое, сколько ему лет, давай вспомним. Мама говорила, мне в нем тепло, Леночка, я в нем гуляю, зимой, когда холодно. Через неделю, в этот же вторник, Лена приехала и привезла легкую, беличью, нарядную шубку для мамы. Мама худенькая, и в этой шубке она стояла, как невеста. И отец тоже сказал, надо же, она говорит, ой, такая красота, какая ты молодец. Но она взяла при этом Лену пальто и отвезла его на свалку. А потом у нее была зарубежная комендировка, ухаживали ее дочери, а потом родители взяли и умерли один за другим. Так бывает с разницей в неделю. И когда она приехала в их дом и стала разбирать шкаф, первое, что она нашла, это шубку, нераспакованную в том же пакете, с той же биркой, и она поняла, что мама не выходила из дома, потому что было не в чем. И я тоже разбирала шкаф. Я не могла видеть этот шкаф. Я не могла видеть дырявый халат на своей любимой маме. И я одна разобрала шкаф, и мне позвонил папа в таком гневе, никогда в жизни, ни разу я не слышала такой голос. Ниночка, мама ходит по дому, не можешь найти ночную рубашку. Ну, я прибежала, все нашла, и сделала для себя вывод. Я написала рассказ «Старое пальто», и оно победило там на всех конкурсах, на которые там послали этот рассказ мои ученики. И это опять означает, что эта тема волнует каждого. Станут взрослыми ваши родители, станете взрослыми вы. Сначала взрослыми, потом старыми. Знаете, сейчас градация? От нуля до 25 детство и юность, от 25 до 45 молодость, от 45 до 65 молодые и взрослые. А от 65 до 85 пожилые. Это я. От 85 и дальше старость. Я думаю, что скоро там еще поставят лет 20, это будут либо молодые и пожилые, либо молодые и старые. Чего-то в этом должно вот так вот и быть. Три моих правила, я думаю, вы их запомнили. Это разделение обязанностей, доставлять радость, не контролировать и не воспитывать своих родителей. И под финал это для вас, это сделано для вас. Неделю назад, когда папе рассказал про это выступление, а я начала, хотела начать с того, что я счастливый человек, я открываю людям TED. У меня много учеников, которые не знают, что это такое бизнес учеников. Я им говорю, есть конференция TED, учитесь говорить так, как говорят спикеры TED. И я при этом чувствую такое чувство, как будто бы свой любимый роман впервые предлагаю подруге. Знаете, когда завидуешь ей или ему, что прочитаю в первый раз, потому что это действительно и есть учебник TED. Я рассказала папе, папа все потом посмотрел в интернете и сказал, я хочу сыграть лунную сонату. Я говорю, сыграй, пап, сыграй для нас лунную сонату. И вот этим я закончу. Спасибо. Ему 97. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. Спасибо. Мы вчера... Мы вчера... Спасибо. Спасибо. Мы вчера с друзьями... Мы вчера с друзьями были на Лебедином озере. И там вашу замечательную Викторию Терешкину вызывали 8 раз. Я надеюсь, что со мной сегодня такого не случится, но я очень счастлива. Спасибо большое. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...